О том, что спички – это не игрушки и с огнём шутить нельзя, каждый из нас знает ещё с детства. Почему важно это знать и к каким опасностям может привести? Казалось бы, малая детская шалость. Мы слышим неоднократно из уст родных и близких людей. Но чтобы закрепить те самые знания или вовсе ещё раз напомнить, сотрудники МЧС и ОВД посещают семьи, где воспитываются малолетние дети, а также многодетные. В связи с тем, что основное количество пожаров регистрируется в жилищном фонде, а это с начала текущего года 53 факта на территории города Бреста. Цели профилактических мероприятий – это снижение количества пожаров, загораний по причине несоблюдения гражданами требований законодательства о пожарной безопасности, укрепление правопорядка и предупреждение правонарушений. Акцент работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям в обследовании сделан на домовладениях и квартирах одиноких и одинокопроживающих пожилых граждан, инвалидов, многодетных семей и семей, дети, в которых признаны находящимися в социально опасном положении. Наряду с изучением противопожарного состояния жилищ проводится разъяснительная работа по соблюдению правил пожарной безопасности, по правилам эксплуатации теплогенерирующих агрегатов, печного отопления, необходимости оборудования жилых помещений автономными пожарными извещателями, обеспечения их работоспособности. Только по ставшим известным фактам, благодаря 170 положительным сработкам автономных пожарных извещателей спасено 266 человек, в том числе 92 ребенка. Накануне спасатели посетили граждан, проживающих в микрорайоне Речица. Особое внимание уделили многодетным семьям, одинокопроживающим, пожилым гражданам. На контроле пожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности в целом. Наличие и справность автономных пожарных извещателей, знание телефонов экстренных служб и шагов спасения в случае чрезвычайных ситуаций. Мне приятно, что пришли, предупредили, показали, рассказали. И даже приятно, что дали нам пожарные извещатели. Чтобы не было несчастного случая, вдруг пожар или что. Чтобы вовремя могли предупредить. Представители Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, БДПО и милиции обследовали условия проживания, пожарное состояние квартир, домов, побеседовали с жильцами. Родителям малолетних детей напомнили, чтобы ни в коем случае не оставляли детей без присмотра. Иногда достаточно и нескольких секунд, чтобы случилось непоправимое. Произошла трагедия с плачевными последствиями. Звонить мы еще никуда не учим их, потому что еще совсем они маленькие. Но первое, это, конечно, не трогать камфорки, газ. И спичками мы тоже не даем, в руки даже. Ну и все. Что еще можно маленьким еще объяснить? Старшая нашей 6 лет, но я не рискую даже без нее выйти в магазин. Потому что если она остается, это все равно под мою ответственность. Вот это единственное, что можно мусор, как говорится, вынести. Это максимум. Это очень все быстро. Так, конечно, ни в коем случае я бы не рекомендовала таких маленьких оставлять. Хотя в прошлом нас всех, наверное, оставляли. Дома могли. Но сейчас совсем по-другому все. Дети очень шустрые, куда угодно могут залезть. Поэтому лучше не оставлять. В Бресте за истекший период 2023 года зарегистрировано два случая детской шалости с огнем. В ходе рейдового мероприятия спасатели вручили горожанам наглядную изобразительную продукцию с полезными советами от МЧС и УВД, которые помогут обезопасить себя и своих родных. Напомнят о важных правилах безопасности и взрослым, и детям. Такие профилактические совместные мероприятия, безусловно, приносят пользу. Взаимодействие важно не только сотрудниками МЧС, но и учреждениями образования в первую очередь. Потому что педагоги – это первые, кто приходят в эти семьи, выявляют социально опасное положение. В случае необходимости информируют нас, либо сотрудников МЧС, и принимаются определенные меры воздействия в отношении этих семей. В целях безопасности органы внутренних дел рекомендуют не оставлять детей от них дома. Юрий Лимонтович, Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ.